Кто бы мог подумать, что в пятницу утром такое количество людей соберется на встречу с известным телеведущим, профессором МГУ, ученым-зоологом и зоогеографом Николаем Дроздовым. Однако еще за полчаса до его приезда все предназначенные для гостей места были заняты. Пришли сюда не только люди старшего поколения и среднего возраста, но и молодежь. Все они знают, уважают, любят Николая Дроздова и, конечно же, не могли упустить возможности пообщаться со своим кумиром. Причем многие приехали для этого из области. Кораблино. Специально на встречу с Николаем Николаевичем. Он у нас был несколько лет назад. Решили еще раз приехать. У нас даже сохранилась фотография с его автографом. Решили обновить. Обязательно книгу на память. Вообще очень интересный человек. Интересная у него биография. Я с детства смотрел «В мире животных», по первому каналу «Остаться в живых». И вообще Николай Николаевич является своего рода моим кумиром, что он показывает, как правильно нужно жить, как относиться к жизни. Ну и вообще интересно с ним было бы пообщаться. К моменту приезда Николая Николаевича нетерпеливые рязанцы вышли из зала, где должна была проходить презентация его книги. И встречали почетного гостя у входа в книжный магазин. Не хватало, пожалуй, только хлеба-соли. Я счастливый быть в Рязани. Известный ведущий задерживаться не стал и сразу же прошел к месту презентации. Правда, получилась не совсем презентация. О книгах собравшиеся не услышали ни слова. Зато Николай Николаевич порадовал рязанцев забавными историями. Например, рассказал о том, как должен был начинаться известный и любимый всеми фильм «Операция И». Гайдай такой придумал начало, но был очаровательный совершенно. Но худсовет залезал. Я доношу до вас, как-то в нашу время было легче, чем в те времена. Очень строгие были худсоветы. Значит, забор, вдоль забора идет сначала бывалый, кто это вот, Моргунов, помните? Он сказал, здоровый-то идет, и значит, берет, то ли у него есть этот кусок мела, да, берет и букву «Х», а латинский «Х» пишет на заборе. И идет с тобой, уверенно. Потом подбегает Николина, кого у нас такой, болван, да, подбегает. И рядом с «Х» пишет «Y», да, две буквы латинского «Фа». И как и убегает, то появляется трус Вицин, да, вот так что-то из него оглядывается, оглядывается, и смотрит, милиционер идет, пишет «Дожественный фильм». После увлекательных и забавных рассказов собравшиеся гости начали задавать вопросы. Практически всех интересовало, как 80-летнему телеведущему в своем весьма солидном возрасте удается оставаться таким бодрым. Секреты из этого Николай Дроздов не делает. Он считает, что главный враг здоровья – это лень. Борьба с ленью постоянная. Вот не хочется утром выйти на улицу – едите. Не хочется делать зарядку – делайте. Дело в том, что удовлетворение приходит сразу после того, как вы с этим поборетесь, и сделаете зарядку. Надо уметь самому себе давать пинок подзадку. А еще Николай Николаевич поделился с присутствующими великолепной диетой, при которой каждый день теряешь полкило. При этом есть можно сколько угодно, не ограничивая себя. Но рацион должен состоять только из семи продуктов. Огурцы – это песня. Можно одними огурцами питаться. По запусти, так скажем. Листовой салат. Капуста. Можно есть, есть одну капусту. Вот с огурцами капуста, с огурцами, да еще салатик. И потом есть, это три уже, да, правильно? Зеленый болгарский перец, знаете, да? Ну, уже какой? Четвертый зеленый болгарский перец. А вы знаете желтый болгарский перец? У него другой вкус, другой продукт. Желтый болгарский перец. А вы видите, оранжевый болгарский перец. Шестой продукт. И седьмой самый-самый вкусный, красный болгарский перец. Кстати, родители Николая Николаевича были родом из Рязани. Правда, об этом сам Дроздов не упомянул. Зато представители библиотеки имени Горького не применули поделиться с присутствующими этой информацией. Николай Николаевич очень скромный человек. Он почетный житель Рязанской области. Принадлежит древнему роду фонд рейлингов, которые проживали два поколения на Рязанской земле. Николаю Дроздову было подарено множество подарков. В том числе, один из его почитателей вручил ему сову, которую отпечатал на 3D-принтере. А еще Николай Дроздов отметил, что не любит давать автографы, а дарит только пожелания. Я очень человек так православный. И понимаешь, что это грекарный. Моя закорючка кому-то что-то значит. На моей книге, ну закорючка же. А если я, например, распишусь хотя бы на счастье, значит это уже пожелание. По всей видимости, именно за пожеланиями и выстроились все присутствующие по окончании встречи. Желающих было огромное количество, а вот времени не так много. Но кто не успел, тот наверняка дождется следующего приезда Николая Дроздова.